Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это 18-я серия из цикла истории о татаро-монголах. В прошлой серии мы рассказывали о беспокойствах, которые в итоге привели к восхождению Сайфуддина Кутуза, да помилует его Аллах, на престол правления в Египте. Сайфуддин Кутуз, да помилует его Аллах, с первого дня своего правления принялся готовить план по войне с татаро-монголами. Дорогие братья и сёстры, для Кутуза эта задача выглядела предельно ясно, да помилует его Аллах. В свой первый же день у власти он произнёс слова, которые затем подтверждал на деле всю свою оставшуюся жизнь. Он сказал «Я пришёл к власти ради единственной цели – войны с татаро-монголами». Задача ясна. Он мобилизовал всё государство, всю умму, всех мусульман на западе и востоке ради этого единственного дела – сражения с татаро-монголами. Величайшая напасть – татаро-монгольская ига. Однако, субханаллах, когда с напастью встречается мудрый человек, он объединяет всю умму для её преодоления. В это время у многих было стойкое ощущение, что эта беда уничтожит, погубит и стерёт умму с лица земли. Но нет, дорогие братья, с какой бы тяжёлой ситуацией не сталкивались мусульмане, если к власти над мусульманами придёт искренний, честный человек, который начнёт объединять людей вокруг благородной и достойной цели – священной борьбы на пути Аллаха , то тогда люди начнут объединяться. Они позабудут многое из своих мирских дел и пойдут на такие жертвы, которые они себе даже не представляли. Именно так сделал Кутуз, да помилует его Аллах, который начал объединять людей на этом пути. Кутуз, да помилует его Аллах, показал свою полную беспристрастность, когда амнистировал всех мамлюков-бахритов и отправил сообщения эмирам Айубидам в разные страны и города. И действительно, он смог собрать большую часть мамлюков-бахритов во главе с Рухнуддином Бейбарсом, выдающимся полководцем, одержавшим 10 лет тому назад славные победы при Эль-Мансури и Фарискури. Обратите внимание, сражения при Эль-Мансури и Фарискури произошли в 648 году по хиджре, а события, о которых мы сейчас говорим, разворачиваются в 658 году по хиджре, спустя ровно 10 лет после победы в этих двух великих сражениях. Также Кутуз, да помилует его Аллах, смог перетянуть на свою сторону войско Ан-Насра Юсуфа аля Юби. Ан-Наср Юсуф аля Юби сбежал, а его войско смогло найти себе прибежище лишь в Египте, присоединившись к армии Сайфуддина Кутуза. Также эмир Хама, того самого города, ключи от которого были вручены татаро-монголам, пришёл с группой своих воинов и тоже присоединился к армии Кутуза, да помилует его Аллах. Аля Шраф аля Юби, эмир Хомса и Алеппе, ясно и открыто объявил о своём переходе на сторону татаро-монголов. Также поступил Саид Хасан ибн Абдул-Азиз, который был эмиром Банияса, он тоже принял сторону татаро-монголов. Все карты были раскрыты, всё тайное стало явным. В эти тяжёлые для мусульман дни искренне верующие лицемеры стали различаться, как никогда раньше. Перед Кутузом теперь стоит другая проблема – кризисное экономическое положение, в котором оказалась страна. Мы сейчас говорим о ключевом периоде в истории исламской уммы, когда начались жестокие бои с самым свирепым и крупнейшим государством своего времени – единственной силой сложившегося однополярного мира с монгольской империей. Что же делает Кутуз, да помилует его Аллах? Давайте, прежде чем говорить о методах Кутуза, да помилует его Аллах, мы проанализируем экономический кризис и проследим за состоянием народа, с которым Кутуз будет работать. До сих пор мы рассказывали о мамлюках-бахритах, мамлюках-муизитах, эмирах-айубидов, об армии и её войнах. Но как обстояли дела у народа, которым правил Кутуз, да помилует его Аллах, и которых защищала эта армия? Давайте взглянем на настроения египтян этого периода. На египтян на самом деле оказали большое влияние все эти волнения, заговоры, борьба за престол, имевшие место в последние несколько лет. Только за последние 10 лет, как мы видели, было совершено несколько убийств, мотивом которых была борьба за власть. Всё это оставило свой отпечаток на настроениях жителей Египта. И теперь они жили светской жизнью. Их точно так же, как и их правителей, интересовала лишь мирская жизнь. И обратите ваше внимание, мы часто раньше говорили, правители – это естественное продолжение народа. Простолюдины в это время также любили мирское, как и любили его последние правители. Как Кутузу изменить это положение? Для начала нужно сказать, что по воле Аллаха, у этого славного египетского народа в это время остались незаменимыми два немаловажных качества. Они не растеряли эти два качества с течением времени. Эти два качества и сохранили для египетского народа силы и возможности, чтобы продолжить путь, несмотря на тяжести, проблем и несчастий. Как вы думаете, какие это два качества? Первое качество – знание и уважение к учёным. И это не что-то новое. Оно берёт своё начало ещё со времён Салахуддина Аля-Юбида, помилует его Аллах. Когда он установил суннитскую школу ислама в Египте после развала фатимитского халифаты. Этого скверного шиитского государства, с исмаэлитской идеологией, которая правила Египтом. Вы, конечно же, знаете, что убеждения исмаэлитов несли в себе крайнюю ересь. Фатимиды правили Египтом больше двухсот лет и основали мечеть Ал-Асгар, пытаясь посеять шиитскую идеологию внутри Египта и устранить суннитскую школу. Первое, что сделал Салахуддин Аля-Юби, укрепил суннитский толк ислама в Египте и превратил Ал-Асгар из шиитского в суннитский. И с тех пор, аль-хамдулилля, со времён Салахуддина Аля-Юби, вплоть до сегодняшнего дня, он оставался суннитским. Таким он останется и до Судного дня по воле Господа миров, религиозным центром с правильной суннитской идеологией. Начав свою работу с этого, далее Салахуддин Аля-Юби прививал народу любовь к учёным, которые вели свою деятельность в этой цитаделе знаний, почтенном Аля-Сгаре. В Египте действительно стала стремительно развиваться преподавательская деятельность и учёба. А юбиды день от дня и год от года поддерживали этот процесс. Далее, как известно, пришли мамлюки, возвеличившие ценность знаний. Таким образом, возвысилась значимость знаний в целом у всех египтян. Поэтому слова учёных в Египте имели более весомое значение, чем слова правителей, эмиров и султанов. Когда говорил учёный, люди с особым пиететом внимали его речи. Учёных в Египте в этом историческом отрезке времени никогда не арестовывали и не сажали в тюрьмы. Это позволило сохранить возможность мотивировать и воодушевлять людей. Так как люди, которых подстёгивают кнутом, силой и насилием, при малейшем шансе увильнуть от эмира или султана, обязательно сделают это и оставят его. А те, чьим стимулом является стремление в рай, борьба на пути Аллаха, те, кого побуждают знания, шариат и правильные исламские основы, то такие люди стойко переносят самые тяжёлые испытания в самые непростые времена. Далее мы увидим, как слова учёных смогли повлиять на изменения позиций народа. Обратите внимание, народ в это время уже участвовал в нескольких протестных движениях, был очевидцем смуты Шаджарад-Дур, негодования возрастали, но ни один учёный не был взят под стражу. Также, когда учёные участвовали в восстании при восхождении на престол маленького мальчика Нур-Уддина Али, ни один учёный не был взят под стражу. Субханаллах. Учёные действительно по-прежнему сохраняли свой авторитет. Это послужило причиной массовой эмиграции учёных с разных стран в Египет в это время. Одним из таких учёных, эмигрировавших в Египет, был Аль-Из ибн Абдуссалям. Аль-Из ибн Абдуссалям, да помилует его Аллах, один из крупнейших учёных в истории мусульман. Он был родом из Сирии, родился в Дамаске в 577 году по хиджри. То есть, когда Кутуз пришёл к власти, да помилует его Аллах, ему было уже 80 лет. Свою долгую жизнь он посвятил преподаванию, борьбе, джихаду и справедливым словам в адрес преступных правителей. Он жил в Сирии. Некогда он выступил с резкой критикой в сторону союзника татаро-монголов Аль-Малика Ас-Салиха Исмаиля, если вы помните, брата Аль-Малика Ас-Салиха Наджмудина Аля-Юби. Он отдал им город Сайда, Сидон и Хайфа, а также город Цват, Сафт и замок Бафор, Шакиф. А чуть ранее он уступил им Байт-Уль-Макдис, Иерусалим. Когда Аль-Из ибн Абдуссалям в Дамаске узнал об этом, он встал на минбар и выступил с жёсткой критикой в адрес Аль-Малика Ас-Салиха Исмаиля, вследствие чего он был задержан и на долгий срок заточён в тюрьму. Это длинная история. Затем он был перевезён в Байт-Уль-Макдис, где также содержался в заточении. И когда пришли войска мамлюков-салихитов во главе с Нажмудином Аюбом в 643 году, когда Байт-Уль-Макдис был снова освобождён, Аль-Изза ибн Абдуссаляма вызвалили из темницы и взяли с собой в Египет, где он в будущем станет верховным судьёй, катыбом египтян в мечете Амра ибн Аль-Аса и одним из крупнейших учёных в истории мусульман, который был прозван султаном учёных. Таким титулом его наделил его ближайший ученик ибн Даккик Аль-Ид, да помилует его Аллах, который также был одним из крупнейших мусульманских учёных. Он прозвал его так за его непреклонность и смелость в диалогах с султанами, где бы он ни находился. Субханаллах, даже когда султан учёных Аль-Из ибн Абдуссалям пришёл в Египет, он порой придерживался противоположного от взглядов Аль-Малика Ассальха Нажмуддина Аль-Аюбим мнения в некоторых вопросах. Это правитель, который был известен своей богобоязненностью, набожностью, борьбой на пути Аллаха. Когда он совершал какие-то ошибки, Аль-Из ибн Абдуссалям вставал напротив него, делал ему замечания и указывал на его ошибки. Именно он настоял на продаже мамлюков, как это широко известно, и поэтому его даже прозвали продавцом эмиров. Это довольно интересная и забавная история, которую вы можете найти в книгах. Словом, Аль-Из ибн Абдуссалям, да помилует его Аллах, занимал большое место в сердцах египтян, невзирая на то, что сам он египтянином не был. Когда к власти пришёл Кутуз, да помилует его Аллах, он предоставил большие полномочия Аль-Из ибн Абдуссаляму, как султану учёных и наиболее достойному из них. Тогда этот учёный поднялся и стал велеть остальным учёным побуждать людей вставать на путь Аллаха . Поэтому учёные шли в мечети, на рынки, в места сбора людей в целом и напоминали им о славных днях, знамениях Аллаха . Они напоминали им о Бадре, об Аль-Ахзабе, об освобождении Мекки, о Кадисии, о Ярмухе, о битве при Хаттине. Они напоминали им об Эль-Мансури и Фарискури, которые имели место каких-то десять лет назад. Они напоминали им об обещании Аллаха и о предводителях мусульман, которые посвятили свою жизнь борьбе на пути Аллаха. Начиная от нашего любимого посланника и заканчивая всеми праведниками после него, которые несли знамя Ислама искренне ради Аллаха . Произошла своего рода значительная научная духовная реформация людей во всём Египте. И не в последнюю очередь благодаря Аль-Асгару, который действительно осознал свою миссию и который действительно выполнял её неоднократно на протяжении исламской истории. Будь то времена Салахуддина Аль-Айюби, да будет доволен им Аллах, или Сайфуддина Кутуза, или в целом Мамлюков после Сайфуддина Кутуза, или во времена Османского халифата, или во времена французской и английской оккупации. Это значительная роль учёных, которым нужно отдавать должное и знать об их авторитете. Сохранение авторитета учёных, дорогие братья и сёстры, это самый действенный и короткий путь к сердцам людей. Люди прислушиваются к речам учёных, как было уже неоднократно сказано, охотнее, чем к речам правителей. Если общество умаляет достоинства своих учёных и понижает их значимость, то знайте, это общество потерянное. Оно идёт к погибели, к исчезновению, к поражению, к состоянию, незавидному для любого мусульманина на Западе и Востоке. Перед нами ясная картина того, как Кутузда, помилует его Аллах, уважал и ценил учёных, и как это повлияло на возрождение Египта в это время. Это одна ценность, которую египтяне смогли сохранить. Второй, сбережённой египтянами ценностью, несмотря на все проблемы, через которые проходила умба, был джигад на пути Аллаха. Эта ценность, это слово, нисколько не утеряло своего смысла для египетского народа. Почему? Потому что постоянные крестовые походы способствовали тому, чтобы народ Египта не забывал это слово, как это сделали остальные народы того времени. Большинство народов того периода, которые не подвергались постоянным крестовым походам в это время, не знали, что такое джигад на пути Аллаха. Так что они даже при разговоре о войне, о сражении использовали другие слова, игнорируя слово джигад. На слово джигад у многих правителей емиров была аллергия. Они использовали такие слова, как борьба, бой, сражение, битва, противостояние. Любое слово, кроме слова джигад на пути Аллаха. Слово, которое наводило страх на многих емиров в истории мусульман. Это слово также пугало и их союзников, друзей и соратников, татаро-монголов и крестоносцев. Поэтому это слово пропало с лексикона большинства эмиров и правителей в мире на то время. Кроме Египта, который отразил многочисленные крестовые походы. Поэтому, когда Кутуз, да помилует его Аллах, начал агитировать людей к джигаду на пути Аллаха, люди не увидели в этом слове нечто новое. Это то слово, которое выбрал наш Господь, Субханава Тааля, в свои священные книги. Около 35 раз встречается это выражение в Коране, джигад на пути Аллаха. Повторите священный Коран. Если мы будем называть это другим словом, стесняясь или боясь его, то что же нам делать с этими почтенными аятами в книге нашего Господа, Субханава Тааля. Не говоря уже о хадисах нашего любимого посланника, саллаллаху алейху салям. Важно то, что в Египте сохранились эти две ценности. Ценность знаний и ценность джигада на пути Аллаха. Два этих качества сделали народ Египта восприимчивым к назиданиям ученых и готовым к выходу на джигад. Что, собственно, и сделал Кутуз, да помилует его Аллах. В то время как он пытается обучить народ, мотивировать и вдохновить его и присоединиться к армии мусульман, именно в это время, Субханаллах, пришло отвратительное, полное сжелче письмо от татаро-монголов, которые сейчас находятся в Газе. Кутуз, да помилует его Аллах, находится у власти всего четыре месяца. К нему приходит это письмо во время этой большой подготовки. Ему нужно время, он хочет объединить ряды, консолидировать людей. Он хочет воспитать, обучить, подготовить людей. Нужно мобилизовать экономические, военные и политические возможности. Но не тут-то было, дорогие братья и сестры. Хочет народ или нет, хочет армия или нет, хочет правитель или нет, враги умма придут в страну мусульман. Внезапно для мусульман в это тяжелое время пришли татаро-монголы. Пришли, неся с собой письмо, которое угрожающе и зловеще кричало мусульманам о завоевании всего Египта от начала и до конца. Это довольно длинное письмо. Иншаллах, командант Сармеди в будущем планирует издать эту книгу. Итак, в ней было большое унижение Кутузы, да помилует его Аллах, с самого его начала и явное объявление войны египтянам. В письмо Кутузу отчетливо грозили устроить такую же участь, как и аббасидскому халифу в Багдаде два года тому назад. Это письмо принесли четверо монгольских послов. Когда Кутуз, да помилует его Аллах, уже принявший решение о войне с татаро-монголами, прочитал это письмо. Он побоялся, что народ станет колебаться, что эмиры станут сомневаться, что те, кто составлял костяк египетской армии в это время, проявят нерешительность, поэтому в целях сжечь мосты и лишить их свободы выбора, он взял и убил этих послов татаро-монголов. Он убил всех четырех послов в качестве явного объявления Кутузом, да помилует его Аллах, войны против татаро-монголов. Тем самым для египтян не осталось никакого варианта для обратного пути. Война неизбежна, египтяне с остальными мусульманскими союзниками вынуждены вступить в эту войну. Конечно же, мы должны обсудить тему убийства послов. Лично я, проанализировав случившееся, отмечу, несмотря на то, что я очень люблю Кутузы, вы даже не представляете как, но я должен сказать со всей ответственностью, что это убийство было ошибкой Кутузы, да помилует его Аллах. Потому что убийство послов запрещено в исламе. И это несмотря на то, что сделали татаро-монголы до этого. Сколько бы мусульман они не убили, мусульмане не нарушают договоры. Мусульмане после того, как предоставили кому-то, кто несет письмо гарантию безопасности, не убивают его. Так поступил наш посланник, когда к нему пришли два посла от вероотступников, которые отвернулись от исламы, после того, как были мусульманами. Но несмотря на это, пророк сказал, если бы вы не были послами, я бы казнил вас. Несмотря на то, что они вероотступники и заслуживают наказание, тем не менее посланник, саллиллаху алей вассалям, сохранил им обоим жизни, так как они были послами. Вместе с тем я скажу, что у Кутуза были большие основания для этого. Убийство миллиона мусульман в Багдаде, пролитие крови миллионов и миллионов мусульман до и после Багдада, опустошение всего Шамы, стояние на пороге в Газе и открытое объявление войны. Все это может носить оправдательный характер. Однако в итоге я скажу, мусульмане ни в коем случае не должны втягиваться в грязные политические игры. Мусульманам постоянно следует придерживаться похвальных исламских нравов, чтобы мусульмане всегда оставались эталоном и образцом для подражания всем жителям земли. Важно то, что Кутузда помилует его Аллах. Тем самым открыто и бесповоротно объявил войну татаро-монголам. Как вы думаете, как он подготовит свою армию? Как соберет людей? Какой будет реакция эмиров после убийства монгольских послов и война стала теперь неизбежной. Все это и не только мы узнаем по воле Аллаха в следующей серии. Прошу Аллаха Аззаваджалля даровать нам понимание его путей. Научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен и только ему все принадлежит. Вы вспомните то, о чем я вам говорю. Я вверяю свое дело Аллаху. Поистину Аллах видит рабов. ассаламу алейкум у рахмату лах в баракатуху. Субтитры создавал DimaTorzok